всем привет это обещанный мною видео рецепт о том как сделать вяленые помидорки и так давайте по порядку что нам нужно ну конечно же доска и нож я люблю вот такие огромные ножища что чтобы поделать такая страсть дальше сами помидорки я делаю это все из маленьких помидоров смотрите самая большая помидорка размером с яйцо вот видите это самый большой размер в основном это вот такие вот маленькие как череп одни череп просто какие помидорки дальше нам понадобится здесь это прованские травы приправа упаковка уже выброшенная здесь все засыпано заготовлено заранее также чеснок вот примерно вот смотрите вот такая головка тоже наверное как с яйцо даже может быть больше он весь у нас уйдет также растительное масло я сегодня буду пользоваться вот таким кто-то делать на оливково мне не нравится поэтому я делаю на обычном подсолнечном и также баночки я рекомендую делать вот такими маленькие потому что потом съел как бы и классно ну то есть вот он маленький формат вы быстро съедаете еще он не стоит у вас не дожидается когда вы его доедите а если большая банка там литровая например как можно делать я пробовала но не совсем удобно потому что бывает что пропадает поэтому вот такой вот вариант небольших таких вот баночек это самый идеальный вот ну и конечно же большой противень на котором это будем все вялить ну и теперь давайте все по порядку ну что ж начнем я беру помидорку и смотрите так хоп хоп получается я одну помидорку режу на 4 части и очень плотненько вот так вот ничего не вырезаю никаких косточек мне все устраивает таким вот образом хоба хоба и вот так вот весь противень тут уже смотрите каждый у кого какая духовка у меня обычная классическая духовка обычный стандартный большой противень и вот я его весь вот так вот буду сейчас укладывать плотно как помидорками ну что ж вот я все порезала и что я делаю дальше смотрите когда наши помидорки вялятся они стану как бы терять свою природную сладость и становится кислым мне такой вкус не нравится что я делаю чтобы не сильно не кислющие стали после вяления я беру сахар и вот так вот как солью щепоточка так вот прямо прохожусь так и вот так вот прям по чуть-чуть посыпаю каждую 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 помидорку и все и потом это как бы так так вот и ставлю вялятся кстати зацените где я расписывал тут даже есть подпись вот 2000 какой восьмой год гажели меня тут прочь на гажелевом заводе вот такая похвостушка получилась итак мы отправляем наши помидорки в духовку оставляем у меня нету конвертации как там правильно называется я делаю вот такую вот щель ставлю на 150 градусов и все и они томятся и так и не томятся там два часа через час я приду проверю покажу каком-нибудь состоянии но пока наши помидорки томятся можно почистить чеснок можно найти и помыть ванночке за это время и порезать чеснок как мы это делаем мы это делаем простым способом вот такими вот пластиночками получается несколько таких вот пластиночек и так вот каждый зубчик а то и шпатулка получится итак наши помидорочки уже приготовились завялились и что я делаю наш прованские травы чесночок масло все здесь и вот так уберу щепоточку сюда сюда но я сразу буду одновременно две баночки закладывать дальше мы кладем чесночок несколько пластинок ну и теперь выкладываем помидорки первый слой пошел как говорится укладываем и затем сверху мы наливаем маслица и смотрите помидорки я такими чтобы они не сухарями только были да там уже пережженными я их такими вот с жижкой не знаю как правильно сказать чтобы они прям такими мягковатые было так скажем и не вот так утрамбовываю и так когда первый слой закрылся мы берем и наливаем масло все как бы слой закрылся и дальше то же самое опять прованские травы также положили несколько пластинок чеснока и дальше опять укладываем помидорки и так вот вот сколько у вас хватит утрамбовать ну вот у меня вот этот противень на вот такие две маленькие баночки что я сегодня мимо банок сыплю все в общем вам принцип понятен и в конце покажу что он дальше все я разложила все помидорки вот так вот еще раз вилочкой придавливаю все это дело здесь тоже так утрамбовываю заодно воздух лишний выходит наружу затем где-то еще досыпаю про травки остатки чеснока сверху раскидываю лишним точно не будет и теперь прям до самого верху я заливаю маслом уникальность вяленых помидорок в том что мы едим не только сами помидорки как прекрасную такую дополнение я на завтрак очень люблю это делать их пушить но и вот сама вот это масло она когда настоится его можно ответьте воздух сколько выходит поэтому придавливаете вот и все и дальше закрываем крышечками ничего не стерилизовать ничего не надо и все теперь эти баночки я ставлю холодильник они там будут храниться и так вот такие вот слоеные баночки так вот все красиво у нас получилось и теперь смотрите вот эти баночки мы их вот сейчас август самое то будет в октябре на самом деле это можно уже через несколько дней есть потому что они уже как бы настояться это раз но мне нравится когда но еще прям по ядреней настоится поэтому вот в октябре уже можно прям доставать есть и наслаждаться вот тогда но чем дольше стоит тем она больше насыщается но через неделю после того как вы сделаете откройте крышечку и проверьте потому что масло они впитывают вбирают себе масло и бывает что открывается верхушечка вот и нужно будет долить масло чтобы не подсыхали помидорки поэтому вот такой вот рецепт всем рекомендую приятного аппетита ну и пока пока есть ну что